Сегодня мы находимся в очень известном библейском новозаветном порту Израиля, Яфо. Сзади меня есть церковь, если вы увидите, это церковь Петра называется. Наверное, там по преданиям Петр видел видение, ну и не конкретно в этой церкви, но где-то там был этот небольшой тент или на крыше какого-то дома, где было откровение. Откровение, чтобы идти, не стесняться, не бояться и не смущаться благовествовать другим народам. Это призвание очень важно, потому что тогда Петр получил от Бога понимание, что он осветил, то нельзя считать нечистым. И с того момента была возможность для него благовествовать Корнилию. Вот этот момент очень важный, потому что сегодня для многих нужно иметь откровение, чтобы не бояться принимать, идти к евреям, благовествовать, давать им добрую весть. Я верю, что для многих церквей христианского направления, независимо от динаминации, необходимо брать пример от Петра, получить откровение, поспать немного, получить свежесть мысли о том, что благовестие принадлежит всему миру. И, конечно же, нашему народу здесь, в Израиле, либо где мы ни были, где бы у нас не рассеял Господь, мы должны слышать благовестие, слышать добрую весть о Бешуа и менять свою жизнь. Проходим улицей маленького городка Старого Яфу. Фактически может быть то, что восстановлено. Думаю, что это то, что было во время Петра. Но все же, очень приятно пройтись по этим маленьким улочкам, вниз спуститься между домами. Хотел бы помечтать, может быть, на таком же доме, на кровле такого дома спал Петр. Имея спокойствие, имея понимание, что дальше жизнь будет потекать, и вдруг посреди ночи у него есть видение от Господа. Друзья, так бывает, когда мы ничего не ожидаем, когда мы не знаем, что будет дальше, нам нужно откровение. Откровение следующих шагов, следующих движений, может быть, даже неадекватных, удивительных, невероятных откровений. Куда идти дальше? Что делать? Кому проповедовать? Какой дом идти? Думаю, это очень-очень классно, когда ты живешь в Боге, движешься в Духе, и это просто уникальное время.